Добрый день, уважаемые зрители! С вами снова Юрий Бочаров. Сегодня я расскажу вам об отеле Azimut Freestyle, который находится в Розахуторе, это в Красной Поляне. Отель расположен на расстоянии 800 метров от здания железнодорожного вокзала Розахутор. Пешком вы дойдете минут за 12. До подъемника Альпика от отеля 400 метров, до подъемника в Тироле Стрела 500 метров. Отель представляет из себя 9-этажное здание. В отеле 174 номера разных категорий. Балконы есть в номерах только на 6-7 этажах. На первом этаже отеля находится служба размещения, бар и ресторан, который называется Ешь хорошо, в котором можно позавтракать, пообедать, поужинать. Об этом я расскажу чуть позже. Для гостей отеля предусмотрен бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля, в том числе в номерах. На втором этаже отеля есть библиотека, реально рабочая детская игровая комната с воспитателем, довольно большой конференц-зал человек на 100, спа-центр и финская сауна. В отеле есть совершенно бесплатный прокат велосипеда. Оставляете паспорт за лохом, берете и катаетесь хоть целый день. Завтраки не брали при бронировании, их можно купить на месте. Стоимость завтрака 560 рублей, обеды 430 и ужины 460 с человека. Шведский стол, очень хороший стол, все понравилось, большой выбор блюд. Ну как, не такой как в Турции большой, но для России очень еда приличная. Три вида первых блюд, три вида салата, три вида вторых блюд, десерт, кофе и компот. Голодными вы не останетесь, в принципе все вкусное. Причем обедали здесь два раза и каждый раз набор блюд был совершенно разный. Номера. Номера очень хорошие. Я был поражен, насколько все аккуратно, красиво сделано, причем не кустарно, а прям хорошо все оформлено изначально, очень качественно. У нас был улучшенный номер с одной большой кроватью, но без балкона, с видом на горы. Почему брали на горы? Потому что с обратной стороны, с лицевой стороны отеля течет река Мзымта и от нее довольно серьезный шум. Поэтому имейте ввиду, если будете бронировать. Если вам нужен балкон, то номера с балконом начинаются только с шестого этажа. Указывайте это при бронировании, потому что далеко не все. Номера имеют балкон. Еще раз по поводу ремонта. Все очень качественно. Понравилось, что кондиционер центральный, не индивидуальный, а центральный, работает очень хорошо. Телевизор, причем телевизор не такой, как, знаете, бывает два пульта. Один от приставки, один от телевизора. Нет, просто один пульт, вы с него прямо каналы щелкаете и так далее. Набор для приготовления чая и кофе. Каждый день они обновляют его, приносят бутылочку воды. Нет, по поводу воды не помню. По-моему, воды с нами воду покупали. Гости отеля могут бесплатно пользоваться пляжем Розехутер, который находится в Адлере. А также предоставляется бесплатный трансфер. Для того, чтобы всем этим воспользоваться, вам необходимо подойти до восьми вечера на рецепшн отеле и получить вот такой билет на трансфер. До пляжа и обратно. И вам дадут браслет, чтобы у вас был доступ на пляж. Пользование лежаками, зонтами на пляже бесплатно. Полотенце под депозит 500 рублей, которые заморозят у вас на карте в отеле и вернут после того, как вы из отеля выпишитесь. Трансфер отходит по расписанию от отеля Меркур. Первые автобусы отходят в 9 утра, потом в 13.00. Обратно можно вернуться в 13.00 и в 16.00. Автобусов достаточное количество, очередь небольшая, идет быстро. Я максимум стоял, может быть, минут 7. Ехать до пляжа примерно 40 минут, но дорога не напряжная, она не по серпантину, прямая. Пляж отеля вполне комфортный. Большое количество лежаков, зонтов. Всегда есть свободные лежаки. Есть детские площадки, горки. Уход в море довольно некомфортный. Крупная галька, сложно заходить, поэтому берите с собой специальную улыбку. Идем изучать окрестности. Вы выходите из отеля, и сразу вы попадаете в центр развлечений. Здесь очень много проката, вот таких самокатов и велосипедов. Вот, собственно, самый центр розы хута. С одной и с другой стороны будут гостиницы, на первых этажах магазины и кафе. Буквально в трех шагах от отеля есть супермаркет Перекресток. Цена чуть выше, чем обычно. Но, тем не менее, все самое необходимое вы можете купить. Очень много развлечений для детей здесь есть. Детская площадка большая. Даже тут она не одна, а две. Сейчас утро, поэтому детей пока здесь нет. Но я думаю, что с обеда здесь довольно оживленно будет. Самая длинная в мире канатная дорога. Интересно, правда или нет? Как вариант, можете сходить в Газпромовский аквапарк. Проходим еще чуть дальше и видим перед собой торговые ряды. Называется базар. Здесь сувениры, какие-то фрукты, шашлык и блины. Если у вас нет желания ехать на морской пляж Варля, то можете позагорать на пляже, который находится в самой Роза Хутор. Недалеко от концертного комплекса Роза Холл. Сразу за отелем Рэдисон. Называется этот пляж зона отдыха Роза Бич и представляет из себя вот такое облагороженное озеро с горной водой. Вход на пляж для всех гостей курорта бесплатный. Стоимость пакета шезлонг плюс зонтик плюс шкафчик 500 рублей. Здесь есть душ, туалет, раздевалка, детский бассейн и детская площадка. Очень красиво, но водичка довольно непривлекательная на вид. Хотя люди купаются. Еще из летних развлечений рекомендую покататься на канатке. Все цены здесь озвучивать не буду. Посмотрите на сайте розыски. Но в среднем летом стоимость дневного абонемента обойдется вам примерно в 1500 рублей с человека. В прошлом году ездили на Роза Хутор на машине. В этом году решили поехать на поезде. Поезд взяли 642 Ростов-Адлер. Это двухэтажный поезд, очень новый, красивый. Все понравилось, кондиционируется, запахов нет. Туалеты в большом количестве. По-моему, три туалета только на первом этаже было. Никогда очередей нет. Здесь даже есть USB зарядки. Но только почему-то на верхних полках. На нижних полках только обычная розетка. Отправляется он в 9 вечера, что очень удобно. Не тратите дневное время. Просто поспали ночь и утром в 8 утра вы уже прибываете в Адлер. В Адлере вам нужно пересесть на электричку. Но онлайн билеты на электричку у вас купить не получится. Нет такой опции на сайте. Потому что электричка принадлежит не РЖД, а какой-то организации. Кубань, что-то там, я уже не помню. Начали спрашивать на вокзале. На вокзале нам сказали, что вы сначала должны выйти из здания вокзала. Потом заново зайти, пройти через металлоискатель. Подняться на 4 этаж. И только там будет касса пригородного поезда. Мы проделали весь этот путь. Приобрели. Уехали. Все нормально. Причем на пересадку у нас было всего 10 минут. Нам этого времени, как это ни странно, хватило. Поезд, который идет до Роза Хутор. Первая остановка у него Эстасадок. И вторая Роза Хутор. Пути идет примерно час. Когда вы приезжаете в Роза Хутор. Имейте в виду, не выбрасывайте эти талоны ваши, которые вы приобретали, билеты на поезд. Потому что они вам понадобятся для того, чтобы выйти из здания вокзала. Дальше. На площади вас встречают бесплатные два автобуса всегда стоят, которые вас совершенно бесплатно довезут до Розы Хутор. Но имейте в виду, что они вас довезут до Розы Холл, которая находится в самом конце Розы Хутор. То есть, если у вас отель находится в самом начале Розы Хутор, как наш, например, Азимут Фристайл, то вам будет ближе пройти пешком от здания вокзала до вашего отеля, чем идти потом от Розы Холл до отеля. Резюмируя то, что я видел в этом отеле за три дня. Отель меня полностью удовлетворил по всем параметрам. Я его рекомендую. Если для вас видео оказалось полезным, поддержите наш канал лайком. Подписывайтесь. Будет еще много обзоров других отелей в России и за рубежом. Всего доброго. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok